Приветствую вас! Если кто-то случайно вчера слушал выступление Байдена, я не слышал, то, наверное, ну, возможно, читали в комментарии, то, возможно, вы знаете, что Байден объявил новую холодную войну. Ну, вообще, надо отдать должное, если почитать сейчас американские средства массовой информации, там очень часто спич Байдена сравнивает и с выступлением Черчилля, который, как вы знаете, объявил новую холодную войну СССР. А теперь Байден объявил новую холодную войну России. Ну, я думаю, вам стоит напомнить, что в предыдущую холодную войну СССР проиграл. Нет, нет, проиграл, проиграл. Не надо, не надо. Так вот, не надо мне рассказывать, что плохой Горбачев. Нет, проиграл. Экономический проиграл. Понимаете, в чем тут разница? Все-таки экономика России, она, конечно, большая, но на фоне США ничтожно маленькая. Не-не, вы можете ругать, проклинать, но даже смотрите, на сегодняшний момент, когда все случилось, я не знаю, встречался ли Байден с этим Абрамовичем или с кем-то. Ну, был, был, но опять же, вы же понимаете, это средства массовой информации написали. Ну, ребята, моля вас, написать могли что угодно, может, встречи не было. Может, была. Во всяком случае, никто вам правду не расскажет. Была встреча, не была. Что говорили, тем более, не расскажут. Но то обстоятельство, что российские олигархи, а это прежде всего люди с окружения Путина. Понимаете, вы, наверное, обратили внимание, что даже Лавров, у него же дочь в России живет. Да, 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 да. Я уже молчу, сколько у него бабла за границей. Это одинаково. И да, действительно, российские олигархи, ну, как бы, заслали гонца, чтобы как-то порешать вопросов, что делать. Ребята, пацаны, пацаны, ну, вы что, мы все понимаем, вы что. Да, вот это действительно. И вы же не хуже меня понимаете, что СССР почему развалился. Потому что, не, он надувал щеки, надувал, 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 и сдулся. И вот в России та же ситуация. Понимаете, ну, Байден, в общем-то, что значит холодная война? Да, Байден абсолютно правильно сказал. Будем давить экономическими санкциями. Могут, могут, могут. Причем, смотрите, какая ситуация. Действительно, он имеет полнозаконное право привлечь ФБР, чтобы ФБР начал отслеживать те страны, которые плохо себя ведут. И создавать им проблемы. Они это могут, умоляю. Финмониторинг. Вот, чтобы вы правильно поняли, такая структура ФАТФ. Да, она считается международной, но фактически контролирует США. С помощью этой структуры можно очень сильно выкручивать руки американцам, извиняюсь, неамериканским компаниям, банкам. Очень сильно, очень сильно можно. И китайскими тоже. Ссориться с ФАТ, себе дороже. По этой причине, да, да, действительно, Байден тут прав, что будем давить, давить. Ну, а что вы хотите? Только деньги, только деньги. Почему российский орган говорит, надо что-то делать. Задавать же, черти. Не, ну понятно, когда говорят слово давить, это же не просто так давить. Это имеется в виду, чтобы действительно экономически просунуть Россию и на этом заработать. Я имею в виду для американского бизнеса. Ну, китайский тоже что-то там хочет. Все же хотят. И в этом, конечно, нюанс его заключается. По этой причине, да, действительно, некоторые, ну, говорите, вот, Байден объявил новую холодную войну. Согласен, 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 вполне согласен, да. И да, действительно, его цель. Ну, смотрите, то, что он сказал там, поменять Путина, ну, ну ладно, пускай так будет. Это не принципиально. Там имеется в виду, главное все-таки цель переделить деньги. Это более важно. Получится? Посмотрим. В целом случае пока получается. Вообще, по большому счету, если обратили внимание, даже Германия пошла на уступки. Помните, что она же сначала так сильно огрызалась. Пошла. Я не знаю, как Байден надавил на Шольца, не знаю, что пообещал или чем припугнул. Тут же два варианта. Можно пообещать и припугнуть. И да, действительно, Шольц сейчас как бы сказал, да, да, санкции надо. Ну, понимаете, то, что там Венгрия прыгает туда-сюда, это даже не клоп, это такой полуклопик. Ну, если даже Венгрия будет покупать газ в России, это можно не обращать внимания. Значит, мало покупает, интересно. А так, да. Так что видим новую холодную войну. Да. Ну, вообще, по большому счету, в мире такие войны бывают и происходят. Ну, другое дело, что в Украине, конечно, она не холодная, она горячая, самая настоящая, полноценная. Но здесь даже, давайте немножко разделим. Все-таки Байден больше говорил про такую холодную войну цивилизованного мира против путинской России. Ну, естественно, пару слов про украинскую. Ну, в принципе, да, действительно, милый до этого. Вот такой вот нюанс. А вы что думаете? Так что история продолжается. Нет, у нас не соскучишься, не соскучишься.